Добрый вечер! И с вами снова Диванная Бабка. Вы знаете, сейчас посмотрела канал Игорь Мёдов. Там вышло видео про бабушку Раису. Это та женщина, которой доброделы хотели отдать бытовочку. Но Игорь решил строить своими силами. Потому что и перевозка невыгодная, и бытовочка маленькая. Ну, как бы не приспособленная. Ребята решили сделать уже свою. И тем более он собрал деньги. И я считаю это правильно. Потому что везти куда-то, 70 тысяч платить за бытовочку, которая, извините, она может дорогой просто развалиться. Ну, это нереально. Ну что, бабушка Раиса оказалась не такой уж скандальной. И соседи говорят про неё, что жили, она вроде как спокойная. И с головой она, в общем-то, со своей дружит. А то, что она ругалась на них, она подумала, что ребята, вот сейчас ей помогают всё это, дают. А потом будут требовать от неё деньги. Она так и сказала, говорит, я никогда такого не видела. А тут, говорит, пришли какие-то, говорит, то макароны, то, говорит, какие-то крупы вешайте мне на стенки. Я, говорит, напугалась. И поэтому она вела себя неадекватно. Ну, то, что они жили, конечно, всю жизнь бедно. Очень бедно эта бабушка с мамой. И дело в том, что у них какие-то были сыраёшки или там продолжение дома, они их истопили. Ну, то есть там понятно, что у неё всё-таки идёт... Сперва мама была такая, и как бы она унаследовала это. Ну, добрая. Вот в этом ролике она добрая, она общительная, она улыбается. Она советуется с ними, она рассуждает правильно и, как полагается, здоровому человеку. И вы знаете, вот как не порадоваться, смотрите, как поступает Игорь, когда он начал делать вот эту бытовку. Он приехал сам туда, он посмотрел, он обошёл все бытовки, как она будет выглядеть, как они её делают, как они утепляют, где что будет стоять. Он уже понимает, что просто так сделать невозможно. И печка, вот единственное у меня резанула печка. Я, знаете, думаю, может быть действительно электрическое отопление, а печку не надо. Поставить бабушке какой-нибудь камин, недорогой камин. Если ей надо было, будет вот так посидеть около камина, она посидит и погреется. Ну, я думаю, что Игорёк справится, он хороший парень. И всё-таки он сделает так, как положено. И бабушка жить будет, как говорится, в нормальных условиях. И опять же мебель. Он у всех спрашивает. Ребята, пишите, подписчики, пишите, как вот поставить, как сделать, что можно ещё, как оборудовать, чтобы у неё было всё хорошо в этом домике, чтобы ей понравилось. И сроки. И камин будет, и печки будут, и кухонка будет у неё. И даже он сейчас думает, как, куда ей ходить в туалет. Вот человек, который всё, всё обдумал, это радует. Ну, не знаю, меня, например, он сильно порадовал. Как бы я буду держать кулачки. И они, конечно, хотят на день рождения, хотели бытовочку поставить, но он сказал, что будет раньше. Ну, и последнее, что в ролике было, он тоже сказал, что бытовка будет на следующей неделе. Вот через неделю ролик выйдет, и там вы увидите уже полностью бытовку. Конечно, сбор ещё идёт, потому что надо место очистить. Это же трактора нужны. Это перевезти бытовку туда, тоже деньги. Ну, и, конечно, там нехватка на мебель. Чтобы уж бабушка зашла, как под ключ, и управляла в своём доме. Конечно, вот тяжёлая, наверное, жизнь у неё была. По сути-то дела, она ничего хорошего не видела. Ничего. Она, как я поняла, мечтает сильно, чтобы у ней был телевизор. Она говорит, я хожу мыться. Ну, там, кому-то в баню находила. И говорит, вот они там мультики, там ещё что-то смотрят. Мне так это нравится. Ну, короче говоря, похоже, что или подписчики вышлют ей телевизор, или же Игорь сам купит. Ну, конечно, ну как так сейчас жить? Она одна. Вот зимними вечерами что делать? Включила телевизор. В тепле. Кушать себе приготовила. И смотри, с кем-то нужно общаться. Общения, похоже, у этой бабушки просто нет. Поэтому она вот такая дикая. Конечно, если бы рядом соседки были, она к кому-то приходила чай попить. К ней бы кто-то это самое приходил, тоже посидел. Ну, кто вот такую избушку, которая у ней была, в которой она сама замерзала? Конечно, никто не пойдёт. А тут всё-таки будет и любопытство разбирать соседей. Будут, начнут ходить. И если бабушка в адеквате, то есть, ну, нравится принимать гостей, она будет принимать гостей и потихоньку, помаленьку, может быть, научится жить вот так, как... А может быть, как Игорь Медов сказал, Мёдов, говорит, нам самое главное, чтобы бабушка была в тепле. Нам без разницы, будет ли у неё там бардак, если она там приучена к бардаку, будет ли это, будет ли то. Мне всё равно. Самое главное, чтобы она была в тепле. Ну, а будку, естественно, утепляют очень хорошо, и мы это видим. Если как делали бытовку в Бабе Гале, мы не видели совсем, а тут мы видим. Слава тебе, Господи, вот это у Игоря, откровенно говоря, вот у него прозрачно всё. Он показал досконально, как её будут делать, каркас, чем её утепляют, как её будут обшивать, где что нужно. То есть, он обдумал всё полностью. И это радует, ребята, очень радует и подкупает. То есть, ну и, конечно, чтобы в этом, к этому быту баба Рая начала, ну, как бы привыкать, да, жить вот так вот, а не по-другому. Конечно, бабушка Рая прожила в нечеловеческих условиях свою жизнь, в холоде, бедности, без каких-либо удобств таких, вот что туалет на улице, телевизора нету, радио нету, ничего нету, нигде приготовить нету. Вы сами видели эту конуру, да, сарай, вот вы видели, где она живёт. Это ужасно тоже. Ой, ну вот и всё вроде бы, ребята, и сказать-то вроде бы нечего. Ну, опять же, этот Игорёк нас порадовал. Всё-таки, какой умничка. Хоть ещё один человек, вот представьте, ещё один человек приобретёт крышу над головой. Не будет вот так вот мучиться, доживать свой век вот в этой вот грязи, помойке и ждать ещё опять зиму. Сперва ждёшь, когда зима пройдёт, потом летом ждёшь, когда она опять наступит и пугаешься, потому что, ну, а куда ей пойти? Некуда. Ни родственников, ни детей, никого нету. Молодец. Ставлю ему большую-большую пятёрку. Ну, а вы мне лайки, дизлайки, комментарии. А с вами была Диванная Бабка. Пока.